Приветствую всех на канале, с вами Алекс Кларк, и недавно Реаниматор опубликовал несколько спойлеров к клипу Poison, и я предлагаю их разобрать. Не будем тянуть, но мы начинаем. Итак, я предлагаю начать с самых интересных спойлеров. Припиской к первому сливу является фраза «Колчан не нужен». И на самом изображении мы видим Абигейл, которая держит в руках несколько стрел и лук. Как мы видим, эти стрелы не находятся в Колчане, а сама Абигейл своей позой чем-то напоминает момент из самого первого клипа Реаниматора с наименованием «The Struggle». Там она билась схожим образом и при помощи лука. Также позади Абигейл мы видим тот самый городок Glacier Fort, в который и пришел Херебрин. И как мы видим, глаза Абигейл имеют белый цвет, а значит она наполнена энергией Незера. И я надеюсь, в таком виде ее не увидит Райн. Почему? Ну потому что в версии Дэнджа он испытал крайнее удивление, когда увидел свою воскресшую подругу в облике Незер Принцессы. И я не думаю, что Реаниматор захочет опять переписать свой канон. Ну да ладно. Так вот, сама Абигейл кого-то целится. И узнать то, кого она захочет пристрелить, мы можем из следующего слива, на котором изображен Ланс. Данный герой держит в руках ножи керамбиты, которыми в будущем будет пользоваться Киара. И как мы видим, в героя попала стрела. Скорее всего, на улицах Glacier Fort, в котором находятся оба героя, произошла дикая бойня, вследствие которой Ланс огреб. И я не знаю как, но в этой схватке Ланс должен погибнуть. Но во всяком случае, об этом говорит приписка, в которой сказана фраза. Сейчас ты сделал это. Что можно еще перевести, как, наконец, ты выполнил это. Ну то есть, кто не знает, основной целью Абигейла и Кейна было убить Ланса. И, видимо, эту цель они выполнили. И, я не знаю, стоит ли обсуждать окружение Ланса. Типа, он стоит примерно в том же самом месте, на котором погиб Кайл. И, скорее всего, рядом с ним находится Кейн. Вы же помните то изображение, на котором Кейн был в своей рабочей одежде с фиолетовым глазом. Так вот, имея оригинал данной карты, я вычислил, что Кейн и Ланс стоят рядом друг с другом. А значит, они атакуют Абигейл. А значит, моя теория по поводу того, что Кейн и Ланс объединятся, чтобы уничтожить Абигейл, подтвердилась. И я надеюсь увидеть эпичную битву, в которой горожане глави Шерфорта помогут защититься Абигейл. Во всяком случае, я надеюсь увидеть Кайла, чтобы данному персонажу придали хоть какой-то сюжетный вес. Но он появился на один клип и умер в том же клипе. Ну куда катится этот мир? Ну да ладно. А мы идем дальше. А вот на следующем кадре показана Абигейл, которая куда-то едет. Припиской к данному кадру служит факт того, что клип Пойсон выйдет на следующей неделе. Точная дата и время премьеры еще неизвестно, но будет объявлена чуть позже, через несколько дней. А на самом кадре показана принцесса Незера, которая грустит. И у меня есть ряд предположений касательно того, почему она паникла. Итак, вариант первый. Когда она и Кейн зашли в замок Ланса, то Абигейл вырубили, а Кейна похитили. И она грустится за того, что ей не хватит сил, чтобы победить данного эндермага. Второй вариант крайне сомнителен, но имеет право на жизнь. Итак, вы же видите, что Абигейл едет в горах. И возле нее открылся Незер Портал. Ну, во всяком случае, это понятно по обсидиану, который немного подсвечивается. А значит, скорее всего, к ней пришел какой-нибудь чувак из Незера. Возможно, на Евас, хотя это маловероятно. Возможно, король Глутен или король Пиглинов. Инферниуса мы отметаем, так как он в прошлом был членом Ковена Магов и не является персонажем из Незера. И, скорее всего, какой-нибудь из этих персонажей решил сообщить Абигейл о том, что она лишается титула Незер Принцесса. Ну, потому что, во-первых, не смогла защитить фракцию Пиглинов. Во-вторых, позволила убийце спастись, благодаря тому, что тело убийцы унесли ее союзники. И, в-третьих, объединилась с союзниками убийцы, чтобы убить общего врага. И я считаю, что этих вещей достаточно, чтобы лишить принцессу ее титула. И, чтобы его восстановить, она будет обязана расправиться с Лансом и Кейном. И, скорее всего, она это и сделает в клипе Пойсон. И, когда она это сделает, она сможет претендовать на престол Незера, и ее будут искать, чтобы реабилитировать. И, по итогу, на ее тело наткнется на Еус и принесет к себе. А дальше случится то, что случилось в Begin Again. И, если так случится, то я полностью поддерживаю нынешнее правительство Незера. Также мы видим позади Абигейл, тростник и коняшку. И я могу предположить, что на этой коняшке должен был сидеть Кейн. Но, поскольку его тут нету, значит он там не сидит. И, значит, действительно он был похищен. Либо же они поссорились с Абигейл, и тот сказал ей валить по добру, по здорову. Пока они с Лансом ее не убили. Ну и, в принципе, все. Все теории, интересные факты и догадки я вам показал и рассказал. С вами был Алекс Кларк. Всем удачи, всем пока, до новых встреч. Пока!